Французская художница Селин Бакобза первый раз в России. За 10 дней, проведенных здесь, она совершенно очарована русской природой и архитектурой. Очень впечатлена именно архитектурой. Хотя видела много домов, но вот очень понравились именно цвета. Ну я как художник могу сказать и зеленая крыша, сочетание зеленого, желтого. Сам парк очень впечатлил. Нравится вот это место. Именно это восхищение художника илекло в основу мастер-класса, на который были приглашены воспитанники Видновской школы искусств. Селин предложила им нарисовать один из живописных уголков музея-заповедника «Горки-Ленинские». Урок проходил не в помещении. Дети рисовали на пленэре, что, кстати, в переводе с французского означает «на открытом воздухе». Занятие в условиях естественного освещения, по мнению Селин Бакобза, один из лучших вариантов проведения мастер-класса. Художница поделилась с маленькими учениками своими знаниями и дала ценные советы по работе с пастелью. Дети в ходе непосредственного общения узнали секреты этого материала. И несмотря на языковой барьер, ребята понимали Селину с полуслова. Катя Садакова рисует уже шесть лет и заняла второе место в областном конкурсе живописи. Мне понравилась техника рисования пастелью сухой. Не растирать ее, а просто рисовать штрихами. Это новинка для меня. Важность подобных мастер-классов отмечают и наставники школы искусств Видного. Это очень такой бесценный опыт. Детки получают знания по работе с пастелью. И вообще очень рада, что помимо школы занятия выходят на какой-то новый уровень. Дети могут пообщаться с художниками. Это очень здорово. Французская художница осталась довольна работой со своими учениками. Селин особенно отметила их рвение к учебе и открытость к новым знаниям. Детки, на мой взгляд, очень умные и очень дисциплинированные. Очень приятно работать с такими учениками. Буду сейчас смотреть, насколько мои советы пригодились им в работе. Посмотрим результат. Кстати, результат занятия не заставит себя ждать. В ближайшее время все работы, нарисованные в ходе мастер-класса учениками Видновской школы искусств, должны увидеть свет. Мы отметим обязательно детские работы именно в нашем музее. Это безусловно. Может быть, мы сделаем какую-то выставку здесь, внутри музея, для того, чтобы действительно детские работы могли здесь посмотреть посетители наши. Дату и точное место проведения выставки детских работ музей-заповедник Горки-Ленинский сообщит дополнительно. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Елена Кошлева. Видное ТВ.